Всем доброго времени суток, с вами Земер и сегодня мы рассмотрим патч 2.5 русскоязычной версии ArcheAge. А именно мы детально будем смотреть на изменения скиллов и функционала интерфейса. Как многие из вас уже в курсе, в 2.5 появилась возможность сохранять спеки и билды, вплоть до трех слотов. Для этого нам понадобится печать судьбы. Первую печать судьбы мы получаем при достижении 55 уровня. Следующей печатью мы можем получить выполнен специальный квест, или же приобрести в магазине за 150 кристаллов, или же 200 монет дару. Стоит заметить то, что переключение между билдами довольно таки длительный процесс, поэтому в пвп у вас никаким образом это не получится. Таким образом более целесообразно менять именно спеки, а не раскладку скиллов, потому что быстрее просто скинуть скиллы и наклацать вручную. А когда меняешь ветки, то бишь спеки, согласитесь, намного приятнее, чем бегать к ной. Итак, давайте приступим к изменениям в скиллах. Принцип действия умения вихрей ударов или работа. Теперь он не является 3 раза, при этом сбивая с ног всех замедленных врагов. Теперь массовый агр при использовании с железной волей вешает на цель сильное ослабление. Пассивное умение «Неудержимость», которое увеличивает скорость бега на 40% после использования молота рывка, увеличено время действия с 3 секунд до 4. Низ состава была улучшена таким образом, что теперь при нанесении ударов мы не только режем свою броню, но и увеличиваем свою скорость бега. За каждый удар на 5% стакивается до 5 раз. Как мы видим, ветку нападения стараются сделать более мобильной, добавляя 1 секунду к пассивке, которая на скорость бега, плюс еще низ и встал бафнули, скажем так, довольно-таки прилично. В ветке сопротивления увеличены пассивные способности, которые влияли на шанс физически-магически-критических атак до 5%, а также апнут скилл «Световой удар», который добавляет теперь 100% к скорости бегу. В ветке гипноза изменен урон при призыве «Слуги Бездны». Вроде бы как его увеличили, но скажу честно, что я этого не заметил. Как я не заметил, чтобы вырос урон при призыве «Улучшенного Слуги Бездны». Теперь «Улучшенный Слуга Бездны» будет с вами 5 минут. Лично мое мнение, это очень неудобно, поскольку у нас нету ни панельки управления этим существом, и мы даже не можем отозвать его, когда он, в принципе, нам уже не нужен. Оглушающий выстрел было увеличено КД с 9 до 10 секунд. Также пассивная способность, которая увеличивала вероятность нанести критический урон в дальнем бою, была увеличена с 3 до 5%. Умение «Мясорубка» получило дополнительный эффект. Теперь при использовании данного умения, каждый удар снижает защиту противника на 120 единиц. Этот эффект может суммироваться до 5 раз. Умение «Ликвидация» получило новое комбо. Если ваш противник оглушен, вешается обессилие. Если ваш противник обессилен, то вешается сильное обессиление. Бросок кинжала теперь режет не на 40% характеристики, а на 60. В ветке исцеления, мною называемая «Мано-заливка», теперь добавлен эффект, который вешает щит, защищает магических атак. Изменен принцип действия умения «Копья правосудию». Теперь данное умение поражает 4 области в радиусе 5 метров от центра применения. Общая дальность применения умения составляет 25 метров. Вероятность активации эффекта «Ростки жизни» повышена на 10%, а скорость восстановления здоровья на 50. Стоит отметить, что интерфейс параметров персонажа сменили в лучшую сторону. Теперь у нас есть отдельные вкладки «Атака», «Защита» и прочее. Что делает, в принципе, более эстетичный вид этой панельки и намного удобнее ею пользоваться. Итак, долгожданный мистицизм. В описании написано, что после наложения эффекта «Кимки смерти» и использования поглощения энергии накладывается эффект «Бессилие». Но на практике почему-то у меня это не срабатывало. Переработан принцип действия умения «Ковы смерти». Данное умение более не является поддерживаемым и применяется мгновенно. Дальность применения «Ковы смерти» была уменьшена на 10 метров, а эффект замедления цели усилен с 30 до 50%. От себя добавлю, что скил выглядит очень и очень красиво, мне очень понравилось. Плюс эффективность этого скилла выросла в разы. Ведь под цел бафом «Транс», который увеличивает откат всех скиллов, ветки мистицизм, «Ковы смерти» становится почти безоткатной. Изменен принцип действия умения «Дизонанс». Данное умение теперь активируется мгновенно и поражает всех врагов в радиусе 5 метров. Дополнительно «Дизонанс» снижает сопротивление противников на 320 единиц и снижает дополнительный урон их умений на 20%. Всем спасибо, надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь на канал Geego и до новых встреч!